Вертолет президента приземляется на территории сельскохозяйственного предприемства «Беларусь-Нафта Особина», запланованный для наведывания объект «Птушкафабрика». Ее будовнество было завершено в 2017 году. Мерковалось, что вытворчивостью мяса тут будет заниматься мясцовая господарка. Но технологичный процесс оказался настолько складанным, что уже наприконцы того же года «Птушкафабрику» передали республиканскому предприемству «Беларусь-Нафта Особина». И оно мое и добрую кормовую базу, и кадры от поведной квалификации. Очень высокие требования у нас к технологии производства, очень высокая дисциплина и требования к качеству продукции. Потому что сегодня потребитель голосует рублем за нашу продукцию, только исключительно из-за того, что она и качественная, и с точки зрения маркетинга поддерживается. И для того, чтобы сегодня конкурентным быть, с учетом объема производства в республике, мы должны постоянно на ежедневной основе бороться и за качество, и за ужесточение технологии. Потому что технология – это себестоимость, технология – это наше будущее. До необходимости строгого выполнения технологии Александр Лукашенко звернулся еще раз под час обмеркования ситуации у живелого доли. Размова об падежах живелы. Такие факты периодично отзначаются на предприемствах Гелены, причем тыжится это у всех областей. На будущее западешь скота – сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. 85 тысяч, вы представляете, сколько бы это было мяса? Снабков, прямое поручение прокурору заняться, продолжать заниматься этим вопросом и давать результат. Это недопустимо. То корма плохие, то это безалаберность. Просто безалаберность. Поэтому обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю. Под час наведывания господарки «Радуга Агра» размова о перспективах развития открытых акционерных товарствах Гумсельмаш. В прошлый час я носу тыкнулся с проблемой реализации комбайнов. Але зараз ситуация пошла выправляться, а складские запасы сменьшаются. А прача того на предприемстве распрасованы новые узоры зернеуборочной техники, якая уже выходит на палетки. У приватности президенту рассказывают об так званом «паугусеничном комбайне». Передние колы у него заменены на специальные гусеницы, что дозволяет прасовать на первовильготненных землях. Применили мы вместо колесного движителя полугусеницу. Основанием применения полугусеницы явилась ситуация, которая сложилась в Республике Беларусь в 2017 году. Мы знаем, что на Витебщине из-за обильных осадков 50% земель были сильно переулажнены. И обычная колесная техника не могла зайти в поле, чтобы убрать уже созревший хлеб. Поэтому такие решения были приняты. Благодаря этим решениям снижено давление на почву в 4 раза. Комбайн изготовлен на базе нашего серийного 1218 полноприводного комбайна. Еще одна белорусская новинка – газомоторный комбайн. Енбо распроцованы на базе серийной модели подручения керовника державы. Об его плюсах и недопроцовках Александр Лукашенко размовляет с водителем-выпробовальником Виталем Гапоненком. На думку опошняга, модель отрымалась вельми удалой. Как серийный комбайн, который работает на базе. Разницы управления, все то же самое. Мощность? Мощность тоже достаточно. А день ты на этой заправке отработать сможешь или надо дозаправляться? Ну, сменное время 8-10 часов. Отрабатываешь, да? Потом надо дозаправляться. 15, 10, 20 минут сколько? 20. 20 минут заправляешь. Вон стоит газозаправщик Александр Лукашенко, который заправляет, передвижная. Ну так это будущее или нет? Будущее. Будущее, да? Экологически чисто. Все это газомоторные комбайны прасуют только на палетках Гомельшины. Али у перспективе, яны ориентованы на экспорт. У первую чергу Украины, где есть великие запасы газу. И, ответственно, развитая сетка заправок. Так сама на экспорт могут поставляться и узоры, які працуют на гусеницах. Президент новой техникой застаётся задоволенный, аля гучевая одну умову, необходную для сирийной вытворчасти. Кошт комбайнау повинен быть таким, кабых могли набывать сельско-осподаршие предприемствы. И, як кончатковая кропка у размове, Гомельшин был, есть и застанется. Держава допоможа. Аля гэта допомога повинна быть обгрунтованной. Визит Александра Лукашенко завершается у самой Вецы. Керовник державы наведывая блок плавальных бассейнов. Гэта объект уведен в эксплуатацию у мая минулого года. И сегодня корыстается значной популярностью сяроднасельнства. А проща аматоров плавання у бассейн приходят в учни мясовых установ адвокации. Многие з яких, мінавіта тут, отрымливаются першые навыки поводзенов на воде. Александр Лукашенко, який сам з'является аматором здорового ладу життя, каже, такие бассейны у невеликих городах необходные обовязково. Особливо на территориях, які потерпели у вынку Чарнобирской катастрофы. Образвити сучасные інфраструктуры, размовы и подчас незапланованной сустречи президента з веткаучанами. Дякую, що поверили мене і засталися тут жити, каже Александр Лукашенко. «Сегодня мы видим, що тут жити можна, тут жити треба, як би не було тяжело, зараз везде нелегко, там вам легче не буде. Це чужого». «А ми з Казахстаном, да». «Так ви приїхали отдохнути і живете?» «Да, ми в отпуск». «В отпуск, видите, к вам уже з Казахстана, чистого Казахстана, огромного в отпуск проїжджають». «У нас санаторий, хорошее, красивое. Я знаю, я знаю. Ветка – це одне із красивейших місць. У всіх самая современна телефонна. «Значит, не без». «Ладно, спасибо. Я хочу посмотреть, как чернобыльские районы сегодня работают». «Мы вас любим, тримаем, уважаем, Александр Лугорьевич. Всего вам хорошего». «Я вас супер». «В первую встречу я вас встречала». «Горький». «Спасибо». «Александр Лугорьевич». «Так, возьми и детям тебе поручаю, раздай детям. Он горький, противный, но все любит». «Тише». «Там детей нет, детям». «Давид». «Да, детям». «Спасибо вам». «Спасибо». 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 «Олег Сен-Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, Телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район».